Дом, любимый дом. В идеале то место, куда всегда хочется возвращаться и где даже стены помогают. Вот только если эти стены не трескаются прямо на глазах, а потолок не норовит рухнуть на голову. Именно в таких условиях уже который год живет Галина Михайловна. И что самое страшное, это никого не волнует. Кипу отписок от всевозможных инстанций, заплаканные глаза, никому не нужной женщины, нашла наша съемочная группа в Ольгове на улице Макаренко, дом 14, совсем рядом с бывшей колонией. Дом, в котором живет Галина Михайловна, еще в 2012 году был признан аварийным. И его должны были снести, а женщину переселить в другое, более удобное для проживания место. Однако, не с горами уже 2015, но воск, как говорится, и ныне там. Везде идут трещины, везде дом свалится, а еще он крепится на провилке, держится. Потому что рано или поздно, вот у меня есть все, можем даже я поставить лестницу посмотреть, что действительно крепится дом на проволоке, это потолок. А там висит эта проволока на балке, на деревянной. Деревянная балка, так как идут дожди, может сгнить, и это однажды упадет на нас. Усугубляет и без того отчаянную ситуацию онкологическое заболевание женщины, с которым она борется уже несколько лет. И тем более обидно то, что в наше время, когда забота об инвалидах считается одним из основных признаков человечности общества, все равно остаются люди, которым забота не достается. И остаются они предоставленными исключительно на самим себе, со всеми своими проблемами. Я всю жизнь работала. Я работала на местах, но никогда, понимаете, никогда я не взяла даже копейку нигде. Поэтому я, наверное, живу в таких условиях. Честность у нас не ценится. Конечно, хочется думать, что вся эта ситуация всего лишь какое-то печальное недоразумение. Впереди Новый год, и очень хочется верить, что наконец-то найдется добрый волшебник, который поможет Галине Михайловне этот праздник отметить в теплом семейном кругу и благоустроенном жилище.